Ницавим Все вы стоите Здесь не просто когда люди стоят А когда как стоят В строю Помните цава армия И так Ницавим Они не просто стояли Они стояли по стойке смирно Готовы к битве Каждый по своим отрядам Со своим оружием То есть вы стоите как в строю Все перед Богом Всесильным вашим Главы колен ваших, старейшины ваши Насмотрщики ваши Каждый человек в Израиле Дети ваши, жены ваши Прошелец твой, который среди стана твоего От дровосека твоего Дочерпающего воду для тебя Чтобы вступить тебе в союз с Богом Всесильным твоим И принять строгое заклятие его Которое Бог Всесильный твой Заключает с тобой сегодня И так, видите что Кто принимает присягу Оказывается не только солдаты здесь В данном случае Вы принимаете Кто и мужчины, и женщины, и насмотрщики То есть полицейские И старейшины, и судьи, и главы колен ваших Даже дети ваши Дети ваши и жены ваши И даже пришельцы ваши Причем От, видим буквально От князей, от старейших И дальше идет ниже, ниже До черпающего воду То есть это считается Самый такой тяжелый Труд, да? Дровосеки и черпающие воду Ну, воду сейчас Черпают Насосы А до лесоповали И сейчас Определенный контингент Трудится, правда? То есть это считается Один из самых таких Тяжелых И неблагодарных Такая самая неблагодарная Работа, знаете какая? За которую получаешь Неблагодарности Самые понимаете Она неблагодарная Да Хорошо Итак И Господь твой Заключает с тобой Сегодня, да? Чтобы сделать тебя Народом себе Очень интересно Что здесь были и Евреи, да? И неевреи Язычники И все они С этого момента Заключили завет Первый завет Помните, они заключили Когда то было поколение Которое умерло, да? Вот На горе Синай А теперь Новое поколение И новое поколение Что? Заключает завет Каждое поколение Заключает завет Каждый Заключает Завет И это Есть и вам И детям вашим Да? И всех Которые призовет Тебя Господь Похож С новым заветом Правда? Вот То есть мы видим Что язычники Они тоже входили В часть Народа Божьего И не с вами Одними Я заключаю Союз этот И строгое Заклятие Это Но и с теми Что значит Заклятие Это условия договора Да? Но и с теми Которые здесь С нами Стоит сегодня Перед Богом Всесильный Наши И с теми Кого нет Здесь с нами Сегодня То есть Это те Которые Были В прошлом И те Которые Что будут Будущим Ведь вы Знаете Как жили Мы в стране Египетской И как Проходили Мы среди Народов Через которые Мы прошли И видели Мы гнусности Их И кумиров Их И дерево И камень Серебро И золото Которое у них Может быть Есть среди вас Мужчина Или женщина Или семейство Или колено Сердце Которое Отворачивается Сегодня От Бога Всесильного Нашего Чтобы идти Служить Богам Тех народов Может быть Есть среди вас Корень Ядовитого Растения И полыни Итак Видите Что такое Горький Корень Давно В Это Послание Евреям Это Да Тоже Повторяется Итак Кто это Люди Это люди Которые Отворачиваются От Бога Да Кто имеет Горький Корень Мы говорим Что горький Корень Обит И это Тоже Правильно Да Но Еще Люди Которые Отворачиваются От Бога Почему Они имеют В себе Горький Корень И этот Корень Корень Как корень Ядовитого Растения И полыни А вы знаете Какое Свойство Полыни Еще Полынь Входит В состав Чаев Который Отбивает Апетит Я сам Такие Чаи пил И когда Попьешь То все Тебе Горький И кушаешь Не ко всем Евреям А к определенной Группе Евреев Которые Либо в результате Своей незрелости Помните Вам нужна Только Такая Молочная Пища Они Совершенные Либо В силу Каких-то Определенных Обстоятельств Они Отошли От Ишуа Мессии И таким Образом Это Похоже Было На тех Людей Которые Описываются Здесь Правда Вот как услышит Он слова Строгого Заглядья Это То Возгордится Он Сердце Своем Говоря Мир Будет Мне Хотя И по Прихоти Сердца Моего Ходить Буду Чтобы От Нечаянных Проступков Перейти К Злонаверенным Итак Если Сердце Человека От Господа Отделено Этим Горьким Корнем Но Он Считает Себя Членом Божьей Семьи Да И Он Как Ходится Ходит в Церковь И так Далее То Что Получается Он Может Возгордиться Тоже Все Благословения Которые Идут На Божий Народ Они На Мне Ну И мы Тоже Знаем Что Есть Такая Определенная Категория И Группа Даже Теологически Такая Выдержанная Которые Говорят Что Вот Иисус Все Мои Грехи Простил Прошлое Настоящее Будущее Прямо Индульгенция Против Чего Как раз И выступал Мартин Лютер И он В этом случае Правильно Выступал Вот Но Мы Как будто Получаем Индульгенцию На все Свои Будущие Грехи И Ничто Не Может Отлучить Ну Я Награду Не Получу Конечно Но Все равно Ничто Не Может Отлучить Здесь же Говорится Да Возгордится Он Сердце Своем Говоря Мир Будет Мне Хотя И по Прихоти Сердца Моего Ходить Буду И Вы Если Замечаете Параллель С книгом Евреем Да То Тоже Говорится Об определенной Категории Людей Которые Считают Себя Что Что Все У них Нормально Да Но В действительности Эти люди Опять таки Либо Своей Незрелости Либо Чем-то Другом Вот Будучи Совершая Злые Дела Они Как бы Вновь Распинают Себя Ишуа Мессию Похоже Этот отрывок На то Что говорится В послании Евреем Правда Можете Провести Параллель Теперь Отвечу На ваш Вопрос Прошу Они Думают Что они Получают Длагословение Вместе Со всеми Потому что Они Словами Произносят Да Слова Совета Да Но В действительности Они Что Попадают Под проклятие Под проклятие Если У вас Отсекает Обида На Бога Вы просто Должны Подумать О том Кто Есть Бог Да Почитайте Книгу Иова Кто Есть Бог И Кто Есть Мы Знаете Наша Обида На Бога Не Обижает Но Ему Становится Очень Грустно И Печально Правда А вот Для нас Это Очень Важно Если Мы Отходим От Бога Для Нас Это Может Быть Очень Существенно В нашей Жизни Не Захочет Бог Простить Ему Ибо Возгорится Тогда Гнев Бога И Ярость На Этого Человека И Пойдет На Него Все Проклятие Написанное В книге Этой И Сотрет Бог Имя Его Из Поднебесной Итак Может Бог Стереть Наше Мы Будем Делать Да Какие Это Грехи И Будем Говорить Что Все Рано Я Нахожусь Под Божьей Благодатью Что Делаю То Хочу Да Вот Когда Человек Сердце Лукавое Вы Понимаете Что Может Человек Значит Быть Пьяницей И Попасть В Садство Божье А Парадокс Волю Может Может Он Находится В Зависимости Он Не Может От Этой Зависимостью Освободиться Но Он Постоянно Стремится К этому И Кается Вот Если Он Просит Бога Покаяния Бог Прощает Зрехи Но Какая-то Сила У него Сильнее Бога Но Он Не Может Это Разрешить Бывают Такие Ситуации Бывают И Бог Смотрит Бог Смотрит Не На Результат Наших Действий А На Наше Сердце Которое Приводит К Определенному Результату Действия И Может Человек Не Пить Не Курить Не Блудодействовать Вот Преподавать Тору И Пойти В ад Может Запросто Очень Даже Просто Поэтому Только Бог Знает Вам Вообще Нельзя Судить О том Кто Спасен Кто Не Спасен Правда И Мы Говорили Что Если Человек Прогрешает Грешить Посланник Там Написано Что То Кровь Мессии Перестает Действовать Перестает Действовать Не Потому Что Кровь Ослабла А Потому Что Этот Человек Не Способен Воспринять Да Но Если Он Искренне Покается Пусть Даже В последний Момент То Конечно Он Может Опять Вернуться К Богу И Скажет Последующее Поколение Сына Ваши Которые Придут После Вас И Чужеземец Который Придет Из Дальней Страны И Увидит Бедствие Этой Страны И Недух Ее Который Поразил Ее Бог Сера И Соль И Пожарище Вся Страна Не Засевается Она И Не Растет И Не Поднимается Из Ни Одной Торовинки Как После Уничтожения Содома И Аморы Адмы И Циона Своима Который Уничтожил Бог В гневе Своем И Ярости Своей И Скажут Эти Народы За что Поступил Бог Так С этой Страной Было Такое Когда Комиссия Организации Объединенных Наций В 1947 году Признала Что Земля Израиля Никогда Не сможет Быть Восстановлена И Произошло Удивительное Чудо Когда Народ Израиля Вернулся И Произошло Становление Страны За один День Такого Никогда В истории Не бывало Чтобы Страна Образовалась За один День Правда У нас Советский Союз За один День Умудрились Развалить Но Такое Бывало А может Чтобы Страна Создавалась За один День Обычно Как Берется Какое-то Племя Вождь Какое-то Основывается Государство Потом Шире 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 Распространяется Вот как Российская Империя Она тысячу Лет Собиралась Римская Империя Тоже Около 1400 лет Римская Империя Просуществовала Но Рим Как говорится Не сразу Устроился Правда А Израиль Не было И вдруг Государство Все Со всей Своей Структурой И так далее Ну оно Конечно Урезанное Но все равно Государство Да Ну урезали Хорошо Конечно И что Это Будет Показано Что пошли Они служили Богам И поклонялись Им И воспылал Гнев Бога На ту страну Чтобы нанести На нее Все проклятия Написаны В книге Этой И прогнал Их Бог Земли Во гневе И ярости И негодование Великом И забросил И в другую Страну Как это и есть Ныне Сокрытая Богу Всесильным Нашему А открытая Нам И сынам Нашим Навечно Чтобы исполнять Все слова Учения Этого Видите С одной стороны Это Если взять В отрыве От контекста Можно говорить О том Что не надо Лазить В то Что тебя Бог Не открывает Да Другое Это говорит Что Тогда Это для Потомков Входивших Землю Израиля Да Было Закрыто Да Но потом Оно стало Открыто И оно Стало Ясно И с каждым Годом Видите Все Признаки Откровения Да Которые Описаны Они становятся Все более и более Явными Например Что будет Жечь солнце Да Или Что Пойдет Войско Пойдет Войско Двинется Через Пересохшую Реку Ефрат Да Река Ефрат Разделится Как будто На несколько Ручейков Это полноводная Одна из самых Таких Полноводных рек И вдруг она исчезнет Может сейчас Это произойти Вот если вы посмотрите Откровение Там и описание Атомной войны Есть Я вам давал Там Некоторые материалы Поэтому Да То есть Действительно Мы видим И это открывается Но Бог открывает Это не просто так Для нашего любопытства А для чего Чтобы мы были готовы Чтобы мы могли Применить это В своей жизни Да Потому что Святой Узнав Об этих Страхах Он будет Что Еще больше Освещаться А не святой Узнав Об этих страхах Он не покаяться А будет Еще хуже Да Еще худше Совершать вещи Хорошо Это очень серьезное Предупреждение Это очень серьезное Предупреждение И ключевые Можно сказать Слова Этой главы Смотри Дал я тебе Сегодня на выбор Жизнь и добро Смерть и зло Избери жизнь Чтобы жили И ты И твое Потомство Да Видите как Интересно Избери Опять Смотри Опять Избери Хорошо И эту главу Еще Давайте посмотрим Так Хорошо Какой это стих Глава 30 Стих 11 Да Так Так Сейчас Смотри Предложил тебе Жизнь Так Ага Значит Ре Натанти Лефанейха Гайом Смотри Да Натанти Дал Я тебе Сегодня Да Значит Этга Хаим Этга Хаим Вэтга Мога Да Что значит Между Жизнью Да И Смертью Так Вэтга Мога Значит Да Да Этга Хаим Так Так Значит Вэт Ха Хара Значит Между добром Это готов Да Вэт Хара Между добром И что И злом Да Да Ашер Анахи Так Мит Савхей Мит Савха Который Я Что Заповедую Тебе Гайом Значит Ле Агава Любить Этга Шем Да Любить Кого Бога Любить Бога Твоего Значит Здесь просто Между Я предложил Между Этим И этим Хорошо И значит Мы говорим Любить Бога Соблюдать Заповеди Его Установление Его Законы Его Чтобы жил ты И размножался Да И благословит Тебя Господь Бог Всесильный Твой в стране Которую ты ходишь Чтобы овладеть Ею Итак Какая заповедь Любить Бога Идти Путями Его Опять мы говорили Пути Это что Галаха Соблюдать Заповеди И установления Да И законы Помните Мы говорили Заповеди Да Митсвот Установления Хукот И законы Мишпотим Чтобы жил ты И размножался И благословит тебя Бог Всесильный Твой В стране Которую ты ходишь Чтобы овладеть Ею И Еще Эта глава Она называется Главой Возвращения Главой Возвращения Почему Потому что Она приходится Как раз на время Перед Рожа Шана И это Вопрос Да Будем ли мы Идти дальше По своему пути Или вернемся На путь Божий Хорошо И будет Когда Сбудутся На тебе Все эти Слова Благословения И проклятия Которые Изложил я тебе То прими Это к сердцу Среди всех Народов Дворим 30 глава С 1 по 6 стих Куда Забросит тебя Господь Бог твой И Обратишься Ты Господу Богу Твоему И Послушайся Глаза Его Во всем Что я Заповедую Тебе Сегодня Ты И Сыны Твои Всем Сердце Твоим Всей Душой Твоей Да Возвратит Тебя Господь Бог Твой Изданных Твоих И Смело Сердится Над Тобою И Опять Соберет Тебя Из всех Народов Среди Два момента В одном месте И Сказано Что Когда Бог Соберет Израиль Да Когда Начало Условия Обратиться Ваши Сердца И Бог Соберет Вас Израиль С другой Стороны Есть места Где сказано Что Вы Придете Как Народ Необрезанный Да А потом Бог Обрежет Ваши Сердца Как Будет И Так И Так С одними Людьми Так А с Другими Людьми По-другому Потому что Есть люди Которые Вот опять-таки Теологически Упираются Что Только Вот Возможно Одно Толкование Вы понимаете Да Евреи Они говорят И то И то Слова Бога Живого Так И хотя бы Были заброшены Твои До краю Неба И оттуда Соберет тебя Господь Бог твой И оттуда Возьмет тебя И приведет Господь Бог твой В землю Которой Владели Отцы твои И будешь Ты владеть Ею И благодействует Он тебя И размножит Тебя Более Отцов Твоих И обрежет Господь Бог Сердце Твое И сердце Потомства Твоего Видите Значит Они придут С необрезанным Сердцем Да Затем Обрежет Сердце Чтобы любить Бога Твоего Всем сердцем Своим Своей Душой Твоей Ради Жизни Твоей Хорошо Что же Означает Обрежет Господь Бог Твое Сердце Твое Нахманит Или Арамбан Так Говорит Тот Кто Придет Чистоте Получит Помощь Было Обещано Что Если Мы Вернемся К Богу Всем Своим Сердцем То Он Поможет Нам Можно Сказать Что Эта Идея Проходит Через Сю Тору С Первых Дней Творения И Адам Первый Человек Мог Выбирать Как Его Поступать Быть Ему Праведным Или Грешным Вся Человеческая Алчность Находится В крайней Плоти Сердца Обрезание Сердца Означает Что Человек Больше Не будет Алчным Жадным Что Он Вернется К моменту До Греха Первого Человека Когда Праведность Была Естественной И Не Возникало Стремление К Противоположному То есть Что Будет Восстановлен Какой Адам Новый Адам Да Будет Как Несогрешивший Адам Первый Адам Был Плотской Да И Будет Адам Что Духовный Да Потому Что Он Будет Ходить По Духу А Все Что Относится К Этой Орла Да Это Не Значит Что Мы Плоть Свою Должны Умерщвлять Вы Понимаете Под Словом Плоть Имеется Два Разных Вещи С одной Стороны Это Физическое Тело Но В данном Случа Говорится Об Обрезании Чего Сердца То есть Внутреннего Человека Да И Плотской Человек После этого Становится Духовным После этого Обрезания И Теперь Значит Еще Интересно Сказано Что Ни один Врач Не стал бы Экспериментировать На здоровом Сердце Нам же Говорится Что Так Устроено Наше Сердце Которое Состоит Из Болезненных Разрушающих Элементов Так И Из Добрых Прекрасных Жизнеобразующих И это Делает Необходимую Тору Для того Чтобы Мы Могли Участвовать В Битве Добра И Зла Которая Происходит Нутри Нас На стороне Добра Эта Битва Может Продолжаться Нутри Нас До тех Дохнуть И быть Естественно Праведными Добрыми Рабе Севха Будим Сказал Однажды Величайшая Трагедия Заключается Не в том Что Люди Грешат Искушение Велико А человек Слаб Трагедия В том Что Любой Момент Человек Может Повернуться Богу Но Не делает Этого Можете Отметить Очень Хорошее Место Да Величайшая Трагедия Заключается Не в том Что Люди Грешат Величайшая Трагедия Заключается Не в том Что Люди Грешат Потому Что Искушение Маляко А человек Слаб Трагедия В том Что В любой Момент Человек Может Повернуться К Богу Но Не делает Этого Что Значит Повернуться К Богу Тшу Ва Да Шува Поэтому Это Недельная Глава И называется Недельной Главой Возвращения То есть Шувы И Ключевые Еще Слова В этом Отношении Дворим Дворим Тридцатая Глава С Одиннадцатого По Четырнадцатый Стих Ибо Заповедь Эта Которую Я заповедую Себе Сегодня Не загадочна Она Для тебя И Недалека Она И на Небесах Она Чтобы сказать Кто Поднялся бы К нам На небеса И принес бы Ее нам И возвестил бы Ее нам Чтобы мы Исполняли Ее И не за морем Она Чтобы сказать Кто бы Отправился Для нас За море И принес бы Ее нам И возвестил бы Повернуться 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 К человеку К Богу Человеку К Богу Поэтому Рамбан Рамбан Значит Помните Рамбам И Рамбан Это Разные люди Рамбан Считает Что Здесь Говорится Именно О заповеди Раскаяния И что Тора Хочет Здесь Подчеркнуть Что Раскаяние Всегда Возможно И Человек Не может Ссылаться На обстоятельства Технические Препятствия Неудачное Время Или место И оправдывать Все о том Что он Не исправился И не сделал Чуву Помните Величайшая Трагедия Не в том Что люди Грешат Да А то Что они В любой момент Могут Раскаяться Повернуться К Богу То есть И не делают Этого И поэтому Рамбан Считал Что Тора Здесь Подчеркивает Что Раскаяние Всегда Возможно И Не может Человек Ссылаться На обстоятельства Надо Куда-то там Поехать за море И вернуться Откуда-то Или сверху Или снизу Ждать Пока меня там Осенит Особая слава Божья Вот я поеду Куда-то На ретрит И так далее И вот там Я покаюсь И вот там Я начну жить Новой жизнью Это возможно В любой момент В любой момент Скажите А верующие Должны каяться? Конечно Должны каяться И Должны Заведоват Об этом Поэтому Эта заповедь Имеется ввиду Чува Потому что Говорится И вернешься Ты в сердце Своем Да Шув Возвращаться Корень Вернешься Ты в сердце Своем И вернешься Господу Богу твоему Да Тридцать дробь Один И тридцать дробь Два И говорится Что это заповедь И нам заповедовано Так делать И даже если Будет и знанник Твой на краю Неба Даже если Мы под властью Чужих народов Даже если Мы в таких Обстоятельствах Которые Кажется Для нас Что мы уже И на земле Сожжить не можем Да Можем мы покаяться Можем В любых Обстоятельствах И где Это покаяние В устах Твоих И в сердце Твоем Чтобы исполнять Его Где Это заповедь Покаяния В устах Твоих И в сердце Твоем Где это сказано В Новом Завете Послание Римлян Совершенно верно Да Потому что Устами Исповедуешь Да Господа А сердцем Веруешь Ко спасению Совершенно верно То есть здесь Новый Завет Совершенно То же самое Говорит Что об этой Заповеди Отшуве В устах Твоих Одно И в сердце Твоем Чтобы исполнять Ее То есть Человек Устами Признается В своих Рехах Рехах Отцов Своих Сердцем Раскается И возвращается К Господу Ты и сыны Твои Всем Сердцем Твоим И всей Душою Твоею И мы видим Что Ешо Тоже Он тот Который Принес Нам Эту заповедь Покаяния И уже Не можем И сказать Потому что Ешо Уже восходил И не сходил Правда Сначала Не сходил Помните Как там Потом уже Восходил Не сшедший Он же Восшедший Да Дал дары Человекам А для чего Он дал дары Да Видите Пленил Плен Опять Мы находим Эту же Самую Формулировку Да Взял В плен Взял В плен Да И если Мы были Раньше В плену Рабства Мы в плену Кого Господа В плену Господа Да Мы его Военнопленные Слава Господу Аллилуйя Да И дал дары И дал дары Для чего Для того Чтобы Тело Божье Да Христово Церковь Могла полноценно Осуществлять Свою Функцию На этой Земле Хорошо Здесь говорится Выбрать Жизнь Да Жизнь Но и так Каждый человек Хочет жизни Да Что же Здесь говорится О какой жизни Я думаю Здесь говорится Не просто о жизни В физическом смысле О жизни Полноценной Жизни Господи Да Бог нам столько Хочет хорошего Дать Не только Там Мерседес Который нам Совсем Нужен Но он нам Извиняюсь Как зубы Тому вот Мальчику Да Понимаете Но он Дает то Чего мы Даже не думаем И не мечтаем И просто В наших Силах Что-то избрать А мы хотим Просто позолоченную Игрушку Которая будет Выброшена В свое время Правда Она блестит Она красивая Но золота Там настоящего Нет Настоящее золото Да Где К царстве Божьем Хорошо Добро Так И еще Значит Из классических Комментарий К этой главе Сколько у нас Еще есть Время 15 минут Хорошо Хорошо Так Вот еще Тогда Я вам Расскажу Такой случай Как трактуют Эти вещи Ортодоксальные евреи Ортодоксальные евреи Вот это Что не надо Ходить за море Не надо Куда-то Они Трактовали Совершенно по-другому Дело в том Что уже после Того Как иудаизм Отделился И помните Были такая группа Ученых В Явне Сидели И писали Свой Талмуд Как вы думаете У них уже было Откровение Истинное Божье Мало было Да Может Бог Что-то и давал Но они Перестали Его признавать И с того момента Как они Перестали Признавать Голос Божий И откровение Божье Существует Такая притча Существует Такая притча Значит Была такая Печка Окная Вот У какого-то человека По имени Окной Была Печка И Они сидели И думали Кошерная Это печка Или не Кошерная Помните Мы рассуждали О кошерной печке Тут Мудрецы Собрались Если уже Мудрецы Собрались На свете Два мудреца Представьте Что вы все Тут такие были И каждый Голдит Своё Каждый Голдит Своё Другие говорят Печка Кошерная Другие говорят Нет печка Некошерная И те Которые говорят Что печка Кошерная Уже начинают Драться С теми Которые говорят Печка Некошерная Потому что Вы знаете Есть такой метод Изучения Торы, которая называется свара, да? Когда каждый предлагает свои решения, вопросы, и они говорят, сварится, да. Вот, да, и такие, возможно, были. И был такой раби Елизер. Раби Елизера, кстати, подозревали в христианстве. Им, как бы, нужен повод, чтобы этого раби Елизера выгнать из своего общества. И раби Елизер привел все возможные аргументы, и не приняли их мудрецы. И тогда он сказал, если я прав, пусть докажет мою правоту это рожковое дерево. Вот есть такое рожковое дерево. Дерево подскочило вверх на 100 локтей, а некоторые говорят на 400 локтей. Вот так, на 50 метров или на 200 метров. Сказали ему мудрецы, рожковое дерево – это не свидетель. Тогда сказал он им, если я прав, пусть докажет мою правоту ручей. Ручей потек вспять. Тогда сказали мудрецы, ручей нам не свидетель. Тогда он сказал им, если я прав, пусть докажет мою правоту стены дома учения. Стены накренились. Прикрикнул на них рабе Егоша, там другой был оппонент, который против него выступал. Мудрецы, торы спорят о законах, а вам-то что? Стены не упали из уважения к рабе Егоша, но и не остались стоять прямо из уважения к рабе Елизеру. Так и стоят наклонно до сего дня. Когда эта притча писалась. Перекосилась, как Пизанская башня. Нет, но они явные, я не знаю, в каком здании уже этого нету. Здание. Интересная притча такая. Тогда сказал он им, если я прав, пусть с небес будет доказательство. И раздался голос с неба. Голос с неба называется Бат-Коль. То есть голос Божий, да? Дочь голоса буквально. Бат-Коль. Раздался голос с неба и сказал, чего вы хотите от рабе Елизера? Закон всегда идет по его мнению. Но рабе Егоше вот такой упрямый такой вот. Она говорит, нет. И сказал, не на небесах она. Вот ссылаясь на это. Дворим. 30 дробь 12. Мы не станем принимать закон по голосу с неба, поскольку сказано Торе, данное на горе Синай, следуй за большинством. То есть законы должны решаться по мнению большинства мудрецов, а не сообщаться с небес. Есть там такая заповедь, следуй за большинством. Есть заповедь, да? Не ходи за большинством, если большинство против Бога. Да. Но он с точностью да наоборот истолковал эту заповедь. Если большинство за Бога, то значит можно ходить за большинством. И таким образом приняли демократическое решение. Вот. И сидит раби Егоша, потом приходит к нему раби Акива и говорит, это раби Элизер, и приходит к нему раби Акива, и раби Элизер уже порвал одежду. Ну и что, говорит, выгнали? Да, говорит, выгнали. Помните, как в том мультике? Пес с волком, ну что, тебя выкнули? Я видел, потому что раби Акива тоже подозревали в свое время. Потому что раби Акива однажды трактовал пророка Даниила, и там написано было, что будут поставлены два трона на небесах. В русской Библии просто троны будут поставлены на небесах. А вы видите, там двойственное число потреблено. Вот. И спрашивает раби Акива, ну что, как ты это понимаешь? Ну, говорит, один, трон это будет для Господа, а второй для Машиеха. А уже в это время христиане были и уже знали, что трактовали, что еще будет съедать истую отца. И, в общем, как начальник этого раби Акива пинать ногами, что он бедный завопил, да нет, ребята, я ошибся. Знаете, убейте, заройте моя тут могила, но знаете, что спас я царя Михаила, а может, отрежу Сусанину ногу? Не надо, ребята, я вспомнил дорогу. Вот так же случилось с рабами Акива. Короче, этот отрывок так и остался неистолкованным. Вот так и получилось тоже с раби Элизером. бедный раби Элизером даже сына грешился, потому что у него были друзья-христиане, и когда завалел сын раби Элизера, его укусила змея, по-моему, или что-то с ним такое случилось, и он хотел пойти к своему другу-христианину, что тот помолился, и они знали точно уже, что если христианин помолится, да, то что, то исцелится. Но раби Акива сказал, лучше, говорит, не ходи, и он так и не пошел, и сын его умер. Это довольно серьезно между ними разногласия в то время. И с этого времени еврейские раввины фактически отошли от Божьего пророчества, да, даже если какое-то пророчество и какое-то откровение кому-либо из них было, они вот с этим истолкованием своим полностью отошли, ну, и начали мудрствовать уже по-человечески, и уже дошли до таких-всяких вещей, что сделали вот такой трактат, как соблюдать субботу, и что нельзя делать в субботу, да, и раз пять трактат больше, как обойти эти законы, которые они сами же запретили делать в субботу. Вот такое вот. Ну, буквально до всякой мелочи, до всякой мелочи. Ну, так как тогда электричество не изобрели, потом еще добавили, что нельзя пользоваться электричеством, нельзя на машине ездить, да, а потом кто-то сказал, ребята, на машине ездить можно, потому что сказано, по воде передвигаться можно. И тогда мы в субботу должны бутылку пластиковую с водой подвязать под капотом, и после этого на машине ездить можем. Вот такие вот бывают выдумки. сокрытые сокрытые из классических комментариев сокрытые всевышнему Богу нашему, а открытые нам и нашим детям навечно. как наедине с собой. К сожалению, многие из его последователей, которые считают его учениками, не восприняли слова учителя и пренебрегли изучением сокрытого. Значит, опять-таки, видите, трактовка с точностью до наоборот. Чем мы не должны заниматься? Сокрытым, да? Сод, тайна. Вот слово сода, да? Сод, тайна. И в Кабале есть много таких вещей, которые сокрыты, и некоторые люди, которые самостоятельно начинали Кабалу изучать, что с ними делалось, они сходили с ума. И это действительно факт. Потому что есть книги, которые духовно они очень сильны. Духовно очень сильны. Ну, вот говорят, что книга Гитлера, Майнкамф, я, правда, я полностью всю не читал, так отдельные отрывки. Она мне того не стоит, чтобы я на нее сильно мозги напрягал, вы сами понимаете. Все уже, не будешь изучать, да? Говорят, тоже некоторые люди сходили с ума. Самое парадоксальное, самое парадоксальное, что эту книгу, когда написал Гитлер, он сидел в тюрьме, он попросил одну женщину, которая работала секретарем какой-то еврейской фирмы, принести ему бумагу. Она принесла бумагу с водяниками, знаками этих фирмы, какой-то там Гурфинкель или какой-то, в общем. И на этой бумаге было написано Вайнкамф. Да, парадокс. Еврей Гитлер написал на еврейской бумаге антисемитскую книгу. Но я вам скажу, что некоторые книги обладают такие действительно духовные, очень большой силой, да? Поэтому сокрытое лучше не надо лазить. Хорошо. И обратиться к Всевышнему Богу Твоему, послушать Его голоса и возвратить Всевышний Бог твоих из знанников и смилоститься над тобой. Это 30 глава из 2 и 3 стиха. Все пророки призывали к раскаянию и не иначе через всеобщее раскаяние придет к нам избавление. И уже в Торе обещано нам, что в конце времен весь Израиль вернется к Торе и обратишься к Всевышнему. И когда наступит избавление и возвратит Всевышний твоих из знанников. Так писал Рамбам в книге «Законы раскаяния». А рабе Менахен Мендл из Витебска был проникнут верой в скорый приход Мессии и специально поручил одному из своих учеников караулить ночью и немедленно разбудить его на тот случай, если прозвучит призывный звук шафара, разъещающий о грядущем избавлении. Вот как верили, да? Кстати, рабе Левицкак из Бердичева, когда женил своего сына, да? Он написал так, что свадьба своего сына состоится такого-то числа, такого-то месяца в городе Иерусалиме. Но если Мессия к этому времени еще не придет, то такого же числа, такого же месяца свадьба будет в городе Бердичеве. Хорошо. И еще трактовка. Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро. Жизнь дается человеку для того, чтобы творить добро, а не наоборот. Заповеди и добрые дела надо рассматривать не как самоцель, а возможность выполнять их для того, чтобы что? Изменялось наше сердце, да? Исполнение заповедей не является самоцелью. Хорошо. И из Гавторы, великолепнейшие Гавтора, великолепнейшие Гавтора, во имя Сиона не буду молчать и во имя Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдут на свет праведность его и спасение его, как факел горящий. И увидят народы праведность твою и все цари славу твою. И назван ты будешь именем новым, который уста Бога изрекут. И мы названы именем Иерусалима. Правда? Да. Мы одновременно и евреи, и мы одновременно, да, иудеи, и мы одновременно христиане. Иудеи-христиане. И будешь ты венцом великоепия в руке Бога, короной царской в руке всесильного. Не скажет тебе более, что покинут ты, а стране твоей не скажет больше, что пустынна она. Как радуется жених невесте, так будет рад тебе всесильный твой. На стенах твоих Иерусалим поставил я стражей, и весь день, и всю ночь никогда не будут молчать они. Напоминающие Богу, не молчите, и ему не давайте молчать, пока не восстановит он Иерусалим, и не сделает Иерусалим славой во всей земле. Как там у вас и ему не давайте молчать? Или по-другому? Напоминающие Богу, не молчите. Ишаев из 61 Да. И ему не давайте молчать, пока не восстановит он Иерусалим. Да, глава 61 Посмотрите, какой там стих. Пока не восстановит он Иерусалим и не сделает Иерусалим славой во всей земле. То есть, интересно, не молчите, не молкать, но и Богу не давайте молчать. Очень интересно, хуцпанутая мысль. Хорошо, по-моему, вот это там, если Богу не давайте молчать, там пропущено у вас. Так, хорошо. хорошо.